Волхвы. Загадочные личности рождественской истории. Волшебники, колдуны, маги. Все это про них. Кто они и какую роль сыграли в Божьем плане, об этом пойдет речь в сегодняшней передаче. Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и с вами вновь Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, кто такие волхвы и почему Бог открылся именно им? История волхвов – одна из наиболее загадочных историй, связанных с Рождеством Господа Иисуса Христа. И, конечно же, она стоит того, чтобы посмотреть на нее более внимательно. Достаточно часто у людей возникает вопрос, почему эти люди, которые были совершенно далеки от Израиля, далеки от всей генеалогии божественной, далеки от закона Божьего, почему именно эти люди стали источником Божьего откровения, почему им открывает Бог весть о том, что в Вифлееме или в Иудее рождается царь, который играет достаточно значительную роль во всем мире, что мудрецы из Востока приходят сюда, в Иерусалим, для того, чтобы обнаружить, кто он, и не только найти его, а даже поклониться ему, они приготовили дары для того, чтобы принести этому младенцу. Дело в том, что каждый из четырех евангелистов пишет Евангелие под своим углом. Они все описывают историю Господа Иисуса Христа, но они описывают ее с разных граней, они расставляют акценты по-разному. Так вот, евангелист Матфей, он представляет Иисуса Христа исполнением пророчеств, которые были представлены о нем в Ветхом Завете. Он рисует его царем израильским. Именно поэтому он начинает свое евангелие с подробной родословной, в которой ключевую роль играет царь Давид. Матфей показывает своим соплеменникам, показывает израильтянам, что Иисус в действительности и есть тот царь, которого Бог обещал Давиду, его потомкам. Он обещал, что этот царь утвердит трон Давида, утвердит царство, которое Бог обещал Давиду, и обещал его потомкам навсегда. И вот с этой целью он приводит многочисленные свидетельства, которые демонстрируют, и здесь исполнилось пророчество, и вот здесь исполнилось пророчество. Вот почему в Евангелии от Матфея мы встречаем наибольшее количество цитат из Ветхого Завета, конкретных пророчеств, которые снова и снова приводятся для того, чтобы показать. Матфей хочет показать, и Иисус точно царь. Вот почему именно он, а не другие евангелисты, упоминает историю с волхвами. Это первая часть. Теперь давайте посмотрим на вторую часть, или второй блок информации, которая играет важную роль в этом вопросе. Кто такие волхвы, и почему именно они приходят? Для того, чтобы понять немножко лучше идентичность этих людей, нужно посмотреть в книгу Даниила. Книга пророка Даниила рассказывает о целой группе людей, которых там называют просто мудрецами. Иногда их там же называют халдеями. Это было связано вначале с определенным кланом людей, то есть они имели какую-то родовую идентичность. Но потом этот термин стали применять и к более широкой группе просто мудрых людей. Вот там в Восточных царствах, в Вавилонском прежде всего, цари держали группу советников. Эти советники были, они обладали широким спектром знаний. Конечно же, там, среди этих советников, по причине того, что эти люди, это Восток, это язычество, это непросвещенное общество, общество, непросвещенное Божьим законом. Поэтому вот среди этих мудрецов там мы наблюдаем несколько категорий знаний. Во-первых, это, конечно же, знание, естественное знание мира. Во-вторых, мы видим, что этих людей можно называть звездочетами, то есть они, скорее всего, верили в астрологию, и они как-то связывали жизнь на Земле с движением планет. В-третьих, мы видим, что среди этих людей, скорее всего, были те, кто занимался чародейством, возможно, волшебством каким-то. То есть это достаточно широкая группа людей, и мы не можем точно сказать, кто из них в чем был, так скажем, вовлечен в какой тип вот этого знания или этой мудрости. Во всяком случае, Даниил и его три друга, Сидрах, Месах и Авдинага, о которых описано в книге Даниила, они тоже относятся к этой группе мудрецов. Хотя мы точно знаем, что они, конечно же, не были совершенно никак связаны с колдовством, с каким-то волшебством или даже с астрологией. То есть это люди были верные богу люди. И они являются частью вот этой группы мудрецов или халдеев, как их называют в книге Даниила. Но есть одна вещь, которая связана с этой группой. Эти люди, они считалось в мире тогда, что они могли видеть предназначение судьбы и то, что касается глобальных перемен в мире. Во всяком случае, они предсказывали появление суперцарей. С ними связывали появление Александра Македонского. Они предсказывали взлет или падение разных других царей. То есть исторически в том мире авторитет вот этой группы мудрецов был достаточно значимым. По этой причине Бог выбирает эту группу людей и дает им специальные откровения. Он хочет показать, что не только из пророчеств Ветхого Завета выходит явно, что Иисус есть Мессия. Он хочет показать, что он дает специальные откровения людям, которые далеки от него. Дает его для того, чтобы подтвердить с самых разных сторон, Иисус действительно Мессия. И он не просто Мессия, он царь. Он тот, кто пришел для того, чтобы по-настоящему стать царем здесь на земле. И он действительно им стал. Он стал царем на Голгофском кресте после того, когда он победил дьявола, когда он победил смерть, когда он воскрес. И, конечно же, его царство однажды будет восстановлено, но будет восстановлено полностью. Вот почему, когда мы говорим о Рождестве Иисуса Христа, каждая деталь этой истории, это не просто интересная деталь. Это не просто деталь, которая делает всю историю таинственной и захватывающей. Каждая малейшая деталь играет глобальную, серьезнейшую роль в общем Божьем плане того, что он делает. Каждая деталь, она поставлена там для того, чтобы убедить вас, дорогой слушатель, в том, что Иисус, который родился однажды, действительно царь, перед которым однажды преклонится каждый человек. Помоги Господи, чтобы каждый из вас понял это. Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio.at.slova.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok